ну что ж прошло чуть более 10 минут и 2 литра холодной воды температуры 9 градусов нагрелись до кипения на максимальной мощности в 2 киловатта всем привет взамен прогоревшие плитки с элементом нагревания которое мне навернулась через месяц использования купил себе вот такую вот индукционную плитку kt-101 и сейчас посмотрим что у нас коробка ну во первых инструкция достаточно подробные и понятные дальше можно получить подарок кухонные весы если выполнить некоторые действия затем если снять обзор на youtube можно получить крутой подарок но я на это не рассчитываю затем разместить фотку instagram и получить венчик для взбивания гарантийный талон маленький но не бестолковый подарок здесь обозначена вся коллекцию которую можно собрать покупая продукцию kit ford пойдемте к плите почему я выбрал эту плиту у меня никогда не было индукционных плит прям это мне очень понравилось красивый дизайн керамическая стеклянная поверхность удобные кнопки не сенсорные что тоже немаловажно потому что сенсорные при мокрых пальцах мне кажется могут не срабатывать плита не тяжелая весит всего 2 килограмма как я и сказал варочная панель выполнена из стеклокерамики которые устойчивы перегреву и к внешнему воздействию но я думаю при эксплуатации если неаккуратно эксплуатировать плиту будут появляться царапины поэтому лучше не чистить абразивными какими-то средствами протирать мягкой влажной тряпочкой рабочая зона у нас имеет 10 переключаемых режимов для этой плиты подходят посуды стальная чугунная эмалированная посуда из нержавеющей стали а также любая другая предназначена для индукционного нагрева обычно такая посуда маркируется специальными знаками подходящую посуду как я и говорил можно определить с помощью магнита если магнит магнитится к поверхности посуду то скорее всего она подойдет но это не стопроцентная гарантия так что нужно пробовать можно поставить посуду на плиту включите и если посуда не подходит в этом случае на табло будет написано е8 также плита имеет несколько программ которые позволят вам приготовить ту или иную пищу в том числе кипячей кипячение это относится к воде и всяким жидкостям сварить суп и рисовую кашу кроме того вы можете посмотреть сколько вы потратили киловатт на приготовление того или иного блюда можно сделать отсроченный старт либо установить авто отключение после приготовления пищи жарко на пару ну и стандартная базовая кроме того вы можете изменять нагрев боль в большую или меньшую сторону с помощью вот этих двух кнопок ну давайте посмотрим на примере воды сейчас мне в ковше стоит вода сейчас стоит базовый нагрев максимальная мощность 2 киловатта минимальная 120 далее можем перейти в кипячение по умолчанию сразу включается 2 киловатта в данном случае здесь жидкость будет доводиться до кипения суп 1800 каша 1000 жарко 2000 на пару можно регулировать температуру вот здесь написано 220 градус можем 200 сделать минимальный 60 градусов нагрев кстати очень удобно ну и базовая здесь можете регулировать как вам удобно отложенный старт будет работать только на кипячение суп рис а таймер времени приготовления после чего плитка выключится будет работать на жарке на пару и базовая плиткой уже пользуюсь два дня в общем я доволен выбором этого продукта более подробную информацию по эксплуатации вы можете найти в инструкции она довольно подробно и удобно и кстати кпд у индукционной плиты 90 процентов в отличие от газа 40 электричество 47 галоген 58 плиту нельзя ставить на металлические поверхности кстати под плитой поверхность не нагревается практически совсем так что он еще тут рассказать и вот это очень удобная табличка где вы можете видеть что определенной мощности соответствует определенной температурой минимально 120 до 60 градусов максимально 2280 градусов простите меня за гундешу я немножко заболел у меня болит горло на этом все всем спасибо за просмотр пока и и и и и